Я не успел исправить программу, то есть слишком поздно, но я уже сверстал и не дал мне название правильно сделать. Коллеги, ну, собственно, я сейчас хочу сделать, это будет не очень, наверное, технический доклад, он такого, скорее, обзорного плана, о том, какие инструменты есть в Bittrex 24 для разработчика, в каких случаях и как их использовать для того, чтобы дать вам некую такую целостную картину, потому что, ну, создается впечатление, что разработчики зачастую, ну, вот в какой-то одной узкой теме разбираются в B24, а остальных возможностей просто не знают. И вот эта попытка немножечко нивелировать обилие, на самом деле, документации, которая отвечает на тонкие, мелкие вопросы, но не дает общей картины. Я надеюсь, что это немножечко поможет. И если вы вдруг еще для облачного Bittrex 24 какими-то интеграционными вопросами разработчиками не занимались, то это даст вам пищу для размышлений, понять, в какую сторону можно будет идти, зачем и какие для этого есть инструменты. Начнем с главного. Что вообще, на наш взгляд, можно делать с Bittrex 24? Тут, ну, я вижу три основных направления, которые, в принципе, доступны для разработчиков. Это вопрос интеграции Bittrex 24 с чем-нибудь, вот с чем бы то ни было. И это под словом интеграция можно подразумевать самые разные сценарии. Есть сценарии, связанные с обменом данными, когда есть какая-то там внешняя система, ну, учетная система, не знаю, там, складская. И вы данные оттуда запихиваете в Bittrex 24, из Bittrex 24 вы данные какие-то запихиваете в ту систему. Ну, такой двухсторонний обмен. Это один из вариантов интеграции. Есть интеграция с точки зрения пользователя, когда вы внутри интерфейса Bittrex 24 показываете внешние данные, ну, данные из внешней системы, при том, что реального обмена, может быть, и не происходит. Просто есть какая-то логическая связь. Я не знаю, вы в карточке клиента показываете список на ряд заказов этого клиента, который на самом деле лежит совсем в другом месте в производстве этого клиента, сделанном совсем в другом софте. То есть обмена нет, а с точки зрения клиента интеграция вот она, потому что он зашел в карточку клиента, и он видит на самом деле данные из своей внутренней системы. Таких сценариев тоже очень много. Тут все, что к этому относится, я тоже в данном случае называю интеграцией. Поэтому когда вы планируете какие-то разработки для клиента, например, или какой-то готовый софт, который вы хотите поставлять потом большому полу клиентов. Нужно понимать, что такая возможность тоже есть, и она тоже, в общем-то, интеграционная. Просто глядя на возможности REST, на технические какие-то моменты, можно не смотреть на то, как мне запихать данные в CRM, или где хранить информацию в B24. Может, вам и не надо ее там хранить. Вам надо воткнуться в нужном месте, в сам B24. Кастомизация. Это когда зачастую заходит речь про допил B24 под конкретного заказчика. Я думаю, в большинстве своем вы представляете все-таки сервисные компании, которые предоставляют услуги по доработкам. Начинается кастомизация все-таки сразу. Нужна коробка. На самом деле нифига не так, потому что кастомизировать можно и облачные B24. С каждым днем все больше возможностей по кастомизации мы даем. Я про них буду рассказывать поподробнее. Но речь идет про класс задач, когда вы под конкретного заказчика какие-то отраслевые сценарии, не заложенные в сам B24, можете туда воткнуть. Моя задача убедить в том числе, что такие вещи можно делать и в облаке. Это на самом деле снимает очень много головной боли, потому что не надо решать многие технические вопросы, связанные с коробкой. Про них поговорим. Ну и конечно же, как Чингачгук из Marketplace, я считаю, что у вас есть огромная возможность, связанная с разработкой тиражных решений. Начнем с того, что рынок услуг он сам по себе довольно специфический и он меняется каждый день. Если вы занимались до какого-то времени разработкой на битрикс управления сайтом, а я думаю, здесь таких тоже, довольно много людей вы знаете, что ситуация с разработкой сайтов, она сейчас сильно меняется, потому что потребности рынка изменились. И может так оказаться, что в перспективе там 4-5 лет часть услуг, которые вы привыкли оказывать, разработческих я имею в виду, они в принципе потеряют свою актуальность с точки зрения бизнеса. Просто клиентам они становятся ненужны. Поэтому у вас всегда есть возможности. Я крайне рекомендую прям настоятельно посмотреть на нее, выйти, может быть, в продуктовую какую-то историю. Битрикс 24, как инфраструктура, как продукт, который продается по всему миру, он дает очень хороший доступ к аудитории, которой можно предлагать готовые продукты, не услуги в том числе, продукты. Стать продуктовой командой, которая делает хорошее какое-то решение, может быть, отраслевое, предназначенное для определенного сектора рынка, и продавать всем. Как я уже сказал, всегда, когда речь идет про кастомизацию Битрикс 24, перед вами стоит выбор. Делать его на уровне коробки или делать это все-таки на ресте. И у того и у другого варианта есть свои, естественно, преимущества и недостатки. Ну давайте немножечко про рест. Чем хороша разработка на рест? Она не связывает вам руки с точки зрения выбора технологий для реализации. Потому что что такое рест? Это ваш ТТП-запросы к Битрикс 24, которые вы делаете со своей стороны. Соответственно, если вы пишете на Яве, Питоне, хрен знает о чем еще, рест вам такую возможность дает. В коробке вы привязаны, во-первых, PHP, во-вторых, вы привязаны в принципе к фреймворку Битрикс 24 и ничего кроме этого вы туда уже не воткнете. То есть для того, чтобы общаться с объектом Битрикс 24, вам придется обращаться к методам ядра. Это, с одной стороны, как бы может быть и неплохо, потому что все ядро доступно и более того у вас доступно на самом деле прямое вращение к базам данных, Битрикса в том числе. Но это все-таки рамки. Рамки, которые в определенных случаях могут даже создать препятствия для использования каких-то новых технологий, которые вы могли бы в конкретном проекте задействовать, потому что вы завязаны на PHP-фреймворк. Рест дает возможность писать один код, то есть вы решаете какую-то задачу в виде готового какого-то решения или какой-то наработки, которую потом будете кастомизировать под конкретного клиента, но на 80% это уже будет готовый код. Все разработчики стараются под себя сделать какие-то библиотеки, какие-то заготовки, так скажем, полустандартные, которые потом позволят, ну, небольшими кастомизациями, здесь допилили, тут добавили, адаптировать уже существующий код под нового заказчика. С REST это намного проще, потому что вам не нужно думать, где это будет эксплуатироваться. В коробочном ли BITREX 24 у этого клиента, в облачном ли расширяется круг потенциальных клиентов, и не надо будет переписывать все. Не нужно будет писать два раза реализацию одного и того же. С другой стороны, конечно же, когда мы говорим про коробку и работу с коробкой на уровне PHP, вам даются все возможности, которые в принципе есть у BITREX 24, и даже можно вмешаться в какой-то стандартный функционал, что-то там исправить. Но зато придется отдельно под коробочку, отдельно под облако, если вдруг какой-то пол клиентов скажет, вот нам нравится, что вы сделали, но у нас не коробка, нам нужно облако, и вы будете сидеть и перепиливать. Вот это немаловажная часть, про которую у меня в рамках контекста marketplace часто спрашивают, что вот мы сделали решение, появился клон. Кто-то взял наш код, чуть-чуть доработал напильником, аккуратно доработал напильником, что даже как бы мы не можем формально доказать, что этот код заимствован. Потому что мы отдаем клиентам, особенно если речь идет про тиражное решение, про модуль, который через стандартный marketplace отдается, да, вы по сути отдаете код, свою интеллектуальную собственность на сторону клиента со всеми вытекающими отсюда рисками. Если вы пишете приложение на REST, то есть вы по сути создаете веб-сервис, а вам придется учиться создавать веб-сервисы, ну потому что никуда вы сейчас уже от этого не денетесь. Коробок по определению, их всегда будет намного меньше, чем облачных B2X24. Сейчас вы знаете в облачном B2X4 4 миллиона регистраций по всему миру. Это никогда не сравнится по количеству копий отгружаемых коробок. Вот даже рядом не будет лежать. И компетенция, которую вы получите, разрабатывая веб-сервисы в виде готового продукта или сервиса для ограниченного пола своих клиентов, это все равно то, чем вам нужно обладать. Это те компетенции технические, без которых сейчас, ну в современном рынке разработки уже, наверное, присутствовать нельзя. Многие компании партнерские заявляют о том, что они умеют делать высоконагрузочные интернет-магазины, там мы вам сделаем любые проекты, тара-та-та. Вот на самом деле это об этом. Если нету компетенции создания именно веб-сервисов, которые смогут работать в многопользовательской среде, то дальше уже без этого на рынке оставаться будет нельзя. С другой стороны, если вы пишете для коробки, да, вам не нужно администрировать сервера, вы как бы отдали код, выстрелил и забыл, вы его отгрузили клиенту, и дальше он парится сам, ну в лучшем случае вы им каким-то консультациям помогаете. Но, как я уже сказал, здесь заложена некая временная бомба, потому что завтра без компетенции по управлению сервером, без оптимизации, без управления серверами очередей, ну вы будете уже никому не нужны. И работая с REST, встраиваясь, кастомизируя интерфейс на уровне REST, вы на самом деле всегда будете уверенным, что наши обновления не сломают взаимодействие с вашим интерфейсом. В коробку можно вмешаться на любом уровне. Зачастую вы можете привязаться к верстке. Никто вам не мешает подвесить в шаблончик JS, который будет подгружаться, потом смотреть, ага, вот там есть такой, селектор, я селектор найду, по нему заменю там один див на другой. То есть вроде бы даже вы не меняете шаблоны. Но никто не гарантирует, что завтра с обновлением верстка у нас не поменяется. Она скорее всего поменяется, потому что Bittrex 24 это не бус, это не фреймверк, который подразумевает основной сценарий, что вам отдали ядро, дальше вы нарисовали на базе этого ядра какую-то витрину и отдали его заказчику. Вот парадигма, заложенная в Bittrex управление сайтом, которая изначально была сделана для того, чтобы вы делали кастомные проекты, кастомные сайты. Вот Bittrex 24 это готовый продукт. Надо на него смотреть, как, я не знаю там, ну на мой склад. Вы не можете перекрасить мой склад, вы не можете перекрасить какой-то облачный сервис просто под заказчика, потому что он так хочет. Это другая парадигма, это готовый продукт тебе дают этот танк, и ты на нем едешь. Ну окей, можешь логотипчик там прорисовать где-то. Поэтому, когда клиенты начинают уговаривать вас, давайте мы все вот это перепилим, нам все нравится, но нужно левое и справа поменять, и будет вообще хорошо. И это еще от неготовности части сектора бизнеса нормально подходить к этим вопросам. Это же уже все было. Лет 10 назад никто не делал интернет-магазины на готовых решениях. Все делали кастомные разработки. И всем казалось, что каждый новый магазин, он отличается от предыдущих. Потом ситуация поменялась. Сейчас 90%, я даже, наверное, скажу, 95 любых интернет-ресурсов на том же бусе делаются на готовых решениях. Потому что, ну рынок дорос. Никому не нужны какие-то хитрые, там страшные сценарии. Зачастую для бизнеса нужны интеграционные сценарии. Витрина у всех одинаковая. Ну перекрасили там, красный на белый поменяли. Это как бы не страшно. Интегрировали в своей внутренней системе, своим складским учетом. Тут совершенно понятно. Бэк-офис у всех уникальный, потому что своя бизнес-логика. Витрина одинаковая. Bitrix24 это готовый продукт, который не делается из-за расчета, что вы будете его осерьезно перепиливать. Он весь сделанный на JS, там сплошной аякс. Вы не сможете просто взять версточку, подмахнуть там и все заработал. Ну не получится так. Вы можете это сделать технически, но вы берете на себя кучу рисков, связанных с получением обновлений. То есть вы клиента ставите ситуацию, что он может остаться без нового функционала. Если вы делаете встройку на REST, в специально отведенные места, то ничего не сломается, даже если мы верстку поменяем, потому что эти места запротоколированы. Мы их уже будем делать в любом случае. Поэтому дальше я на самом деле, конечно, буду рассказывать про REST. На мой взгляд, доработки в коробке, но они реально все интеграционные. То есть там, наверное, не стоит задача, ну точнее как, они может и стоят, но реализовывать доработки, кастомизации коробки на уровне перепиливания, верстки, перепиливания стандартных компонентов, ну на мой взгляд, это очень плохая история, плохо заканчивающаяся. Она трудоемкая, она дорогая и в конечном итоге приведет к тому, что придется переделать обратно. Ну потому что так и произойдет, это готовый продукт, ничего с этим не сделаешь. Поэтому я, конечно, буду дальше рассказывать про REST, про его возможности, потому что их на самом деле до черта. У нас, мне кажется, один из самых обширных вообще REST-овых интерфейсов, которые существуют в продуктах подобного рода. Мы занимаемся интеграциями с западами, всякими CRM-ками, там, и task-менеджерами. Ну я реально знаю, с чем сравнить. По охвату, по объему доступных возможностей REST-а, мы далеко впереди всех. Просто нет таких продуктов. И с REST-ом можно опять же работать по-разному. Это не обязательно какое-то там сложное приложение, которое вы должны много-долго там пилить. Есть самые разные варианты. Ну по сути, все это сводится вот к таким трём глобальным вещам. Вы когда делаете что-то для заказчика, исходя из его потребностей, исходя из его задачи, вы можете выбрать, а что, собственно, ему предложить. Ну с тиражными приложениями понятно. Вы их делаете для такого некого неограниченного круга пользователей. Это делается через партнерский кабинет. То есть вы делаете… Да что ж ты, куда ж я тут нажимаю-то все время. Это немножечко сложнее в разработке, потому что требует от вас понимания того, как работает протокол авторизации, как нужно обновлять токены. Может быть. Это не обязательно. Это тоже зависит от сценариев. Но требует некого погружения. Главное, что нужно понимать. Если вы делаете тиражное приложение, которое использует по-любому ООО 2.0, разница со всеми остальными состоит в том, что мы вам генерируем одну пару ключей для авторизации. Она не меняется. То есть мы вам ее сгенерировали, вы ее внутрь приложения прописали, а дальше токены вы генерируете, исходя из этой пары. Второй вариант. Локальное приложение, как правило, это способ залезть в конкретный портал к конкретному заказчику. Вы пишете под него. То есть для него это будет выглядеть как нормальное тиражное приложение, которым будет пользоваться там все его пользователи, ну или как он там настроит права. Все то же самое, но вот эта пара ключей, она уникальна для каждого конкретного Bitrix24. У вас так не получится, чтобы типа, эй, там, Вася, или там, о, рога и копыта, скажите нам, сгенерируйте локальное приложение, дайте нам ваши client-secret там и так далее. Мы их себе вставим, потом скопируем тем, скопируем этим, и все будет работать. Надо понимать, что вот эта вот пара, она уникальна для конкретного Bitrix24 и все. То есть если вы понимаете, что ваше приложение будет эксплуатироваться по определению хотя бы там на трех порталах, даже на двух, проще зайти вот сюда, вот через партнерский кабинет, сделать приложение, просто не публиковать его и ставить по запросу на конкретный Bitrix24. Если вы точно знаете, что это для одного ооо рога и копыта и дальше это никуда не пойдет, ну окей, тогда локальное приложение. И есть веб-хуки. Вот это вот для как бы низкого старта вообще идеальный вариант. Особенно для задач, связанных с каким-то кратковременным обменом. Или я не знаю, вас попросили, вот у нас есть веб-форма там на сайте, точнее у нас 15 веб-форм, но мы CRM-формы Bitrix сейчас не хотим ставить. Ну уже отлажено все, уже сделано это, было это у нас уже, пять лет работает, офигенно работает, нам это все нравится, но нам нужно, чтобы это теперь не в инфоблоке шло, а падало в виде лидов там в CRM. Вот, вот ответ. Вот это вот. Не надо пилить приложение, попросите клиента завести веб-хук. Желательно, чтобы это был пользователь отдельный, которого они потом не уволят случайно, потому что веб-хук это способ вызвать рест от имени конкретного пользователя, который есть в портале. Если мы этого пользователя из портала убираем, все, рест отвалился. И это, кстати, касается и вот этих всех историй. Нужно понимать, что это протокол, это не то, как вы в PHP вызываете методы ядра и там как бы нет авторизации, нет пользователя, вы просто обращаетесь к методам ядра и все само работает. Рест это HTTP запросы снаружи всегда. И это означает, что должна быть авторизация, потому что иначе как бы 24 будет эти методы вызывать, он же не знает, а кто вы. И всегда есть авторизация, авторизация всегда привязана к пользователю. В с веб-хуками то же самое. Разница только в том, что в этих двух случаях вы пользуетесь протухающими токенами авторизации. Они имеют время жизни, они там через час подыхают. У веб-хука, у кода авторизации, у него времени жизни нет, а он ограничивается временем жизни пользователя на портале. Поэтому, если вы пользуете веб-хуки, желательно, чтобы это был специальный какой-то юзер со специальными правами даже, может быть, нужны админские права, вы заводите админа от его имени генерировать веб-хук. Это делается только в пользовательском интерфейсе. Нельзя из Реста сгенерировать веб-хук, потому что это противоречит самой идее. Рест может вызываться только из-под данной ему авторизации. Было бы странно делать метод, который без авторизации генерировал бы авторизацию самим себе. Такие запросы приходят. Это нелогично, неправильно, поэтому я сразу говорю, веб-хук завозится только пользователем, а потом он вам говорит, на, пользуйся моим веб-хуком, вызывай Рест. Для простых задач, кастомных, каких-то вещей, связанных с конкретным заказчиком, супер вещь. Вы делаете конкретно под узенькую задачку, пользуетесь конкретными веб-хуками, которым дали конкретные права, кому-то на CRM, кому-то на задачи, делаете обмен, он может быть даже двухсторонний, не вопрос. Легко, просто, понятно, так же, как вы дергаете апи каких-то, я не знаю, там, гугл-аналитику, как вы с ней работаете. Вам дают вот такой апи-ключ, вы его подсовываете в шттп-запросы и данными наполняете гугл-аналитику. Та же самая история, ничуть не сложнее, скажем так, но намного шире, потому что у нас методов, в отличие от гугл-аналитики, 700. Упуриться можно. Как, соответственно, проектировать приложение, что оно должно делать и какие возможности мы для этого даем? Да, куча возможностей. Можно на самом деле делать сценарии, которые не требуют интерфейса внутри BITX24. вы пишете обработчик, который сам BITX24 будет дергать. Причем этот обработчик может втыкаться в самые разные места в BITX24. Это могут быть действия BP, Activity. И пользователь сам в нужное место, в том месте бизнес-логики, где этому надо, вставит эту Activity. Вам ничего делать, для этого не нужно. Ваш обработчик сидит и ждет. Пользователь передает ему параметры. Вы что-то на своей стороне делаете. Не обязательно даже обратно плюете в BITX24. Событие. Тот же обработчик, который будет вызываться автоматически при изменении объекта на стороне BITX24. То есть пользователь что-то делает, вы никак туда не лезете, вы сидите и ждете. Добавил он новый лиц, работал обработчик, ну вы что-то, какую-то логику по этому поводу сделали. То есть опять же речь идет о том, что сложность разработки вот этих приложений, она очень сильно зависит от задачи. Совершенно не обязательно городить огород там, где в этом нет никакой необходимости. Там сидит один специально обученный человек по фамилии Кочурин. Он вам расскажет, как они прекрасно сделали приложение, которое занимается обработкой данных и вообще никак не присутствует в BITX24 только в виде обработчиков событий. Нормально все у людей получается. Кроме тех ситуаций, когда не получается. Есть, конечно, самый большой, самый широкий сценарий, когда ваше приложение и получает данные при помощи REST и что-то обратно возвращает. Это такие уже прям полнофункциональные истории, которые вообще ничем не ограничены. Сценарии могут быть самые разные. Так вот. То есть вот эта история, это, наверное, под серьезные какие-то решения, когда вы действительно прям пишете серьезный веб-сервис, данные, может быть, даже на своей стороне храните. Это нормально. Нет ничего страшного в том, что вы запилите сервис, где будете хранить данные клиента на своей стороне. Потому что тоже часто приходят с вопросом, говорят, а вот что в Bitrix24 дает для хранения пользовательских данных? А вам зачем? Пользовательские данные в его Bitrix24 это его данные, пусть они там как бы лежат. Если для вашей бизнес-логики нужно, я не знаю, какие-то там складские остатки условные держать в привязке к сделкам, ну храните их у себя. В чем сложность? Вы привяжете этого клиента к себе, никуда он от вас не денется. А когда начинается всякие истории, ну вот нам бы хотелось бы B24, чтобы это у него там было, ну ребят, все привыкли к облакам. Почта хранится неизвестно у кого, вы не знаете, где она там лежит. Сам Bitrix24 облачный, клиент пользуется облачным Bitrix24, он уже не хранит у себя эти данные. Почему вы считаете, что он будет сильно париться по поводу того, что остатки у вас там в сервисе лежат? Ну будет париться, до свидания, завтра приходите к нам. Все равно куда он денется? Ну и остается простой вариант для детей, хотя на самом деле это вполне играбельная штука. Вы можете писать приложения, которые будут работать только в контексте B24, ну в виде встройки. Написаны на чистом HTML там JS, потому что через JS тоже можно дергать rest, это же HTTP запрос, никакого разницы нет. Более того, мы вам даем обертку в виде специальной библиотеки, которая упрощает все эти вещи. Вы их прямо из своего приложения, оно может получать данные, как-то их там отрисовать, что-то спросить у пользователя, отправить обратно. Вы эти HTML сворачиваете в архивчик, через, ну опять же, там локальное приложение или тиражное даете нам, мы это разворачиваем в облаке, то есть да, вы даже не заморачиваетесь с вопросами хостинга, это связывает вам руки в определенном смысле, потому что это уже не серверное приложение, вы никак не контролируете, что там на нем происходит. Вы по сути отдали это клиенту, и ушлые клиенты могут это скачать, потому что это просто статичный HTML, статичный там аджески. Но это упрощает разработку, вы можете делать какие-то вещи, не заморачиваясь с серверной архитектурой. Есть и такой вариант, можно с него начать. Конструктор документов, мне они безызвестные, помнится поначалу, ну таким вот был, притом был уже довольно сложным. Пойдем дальше. Значит, какие есть сценарии вообще интеграции в строке в Bitrix24, куда смотреть, какие, наверное, темы есть основные для того, чтобы взаимодействовать с Bitrix24. Их дофига, потому что B24 это не только CRM и не только задачи. Это набор инструментов, что в принципе открывает возможности для того, чтобы делать сценарии смежные между ними. Мы вам сразу даем несколько инструментов. В чем проблема, например, разработчиков, которые делают интеграции для Slack? Они не могут сделать, например, какого-то там, я не знаю, робота, который бы брал бы произвольные задачки и делал из них там какой-то отчет, потому что task manager к Slack прикреплено хреново туча и нельзя написать интеграцию, которая взаимодействовала бы с ними со всеми. Ну потому что нет такой возможности. Ну вам нужно, придется писать коннектор отдельно к каждому task manager. То же самое касается там CRM и прочего-прочего. Здесь такая проблема не стоит. Есть, например, я не знаю, там телефония. Ладно, про телефонию позже. Автоматизация, которую можно сделать в B24 совершенно, как я уже говорил, не обязательно связана с каким-то интерфейсом внутри B24. Более того, ну вот мы, честно говоря, полагаем, что вот такие атомарные какие-то роботы, сложные триггеры, действия для бизнес-процессов, это, блин, огромный сегмент, потому что всем автоматизация нужна, можно не замахиваться на мамонтов, но делать какие-то интересные действия BP или какие-то интересные обработчики событий, которые будут автоматически обрабатывать получаемые данные. B24 вам сообщает, у меня изменилась сделка. Окей, мы взяли, например, и по этому изменению залезли в какой-то сервис обогащения данных, какой-нибудь машин-лёнинг, дип-машин-лёнинг, оттуда получили аналитику и засунули ее обратно. Никакой интерфейс для этого не нужен. Ваше приложение работает с точки зрения пользователя в фоне, наносит ему непоправимую пользу. Все, что вам нужно, написать веб-сервис, который будет на входящий запрос, что-то там где-то дергать и возвращать обратно. А тамарная функция очень простая, ну, зачастую очень простая. Вам придется, наверное, заморочиться с очередью, потому что запросов-то может быть много, но это как раз тот навык, про который я говорил. Вам придется учиться писать нормальный веб-сервис. Никуда вы от этого не денете. Но просто подумайте, что это целое направление разработки. Такая прозрачная, незаметная автоматизация. Что можно сделать на этом уровне? Без вмешательства в остальной код. Средства коммуникации. Провайдеры, сообщений, интеграция с мессенджерами. Мы, кстати говоря, выпустили REST, который позволяет писать коннекторы в открытых линиях. Если кто-то хочет сделать интеграцию, я не знаю, там с LifeTech, с живосайтом и прочего, если есть онлайн-чатики, которые умеют отдавать по событиям, каким-то образом происходящую переписку в Велкам, вы можете делать под своих клиентов. Вот они сидят на живосайте, например. Им бы хотел все это дело видеть B24, потому что пока они переписку туда передавать не могут. Вы сейчас можете предложить им создание коннектора. Может быть, дойдете до тиражного решения. Провайлеры я написал. О, какой я грамотный. Провайдеры сообщений. Мы, конечно, подразумевали, что изначально это SMS-провайдеры, но вообще говоря, это не обязательно. То есть, если есть средства коммуникации, которые использует конкретный клиент, можно вместо SMS-провайдера подсунуть туда, я не знаю, отправку почты голубями, например. Никто не мешает. Это тоже одно из направлений интеграции. Возможность подсунуть, дать пользователям канал для внешней коммуникации, а вы пишете просто провайдер. Это на самом деле обработчик, который битрикс24 будет сам дергать и говорить вам, вот в привязке к лиду такому-то вот такой-то текст. Отправь его куда-нибудь. Все, что вам остается, отправить его во внешний сервис. Телефония. У-у-у, ну, телефония. На самом деле, конечно, это чаще история интеграционная ее делают сами провайдеры телефонии, но у вас остаются всякие вещи, связанные с офисными АТС. Куча клиентов, которые живут на кастомных там астерисках и хотели бы, не отказываясь от этой телефонии, тем не менее, интегрировать ее с CRM, карточки хотя бы, чтобы поднимались. Я уж не говорю про записи разговоров. Огромное поле для разработки. Готовый REST, который позволит не переделывать телефонию, не погружаясь в коммуникационную историю. Вам не надо будет голосовой трафик куда-то там гонять. Вы будете просто дергать REST, который карточку будет показывать, или REST, который будет подсовывать запись разговора. А самое главное, вы можете делать аналитические отчеты потом, потому что мы всю статистику телефонов через REST отдаем. То есть, у ваших клиентов может быть самая разная телефония. Кто-то мегафоном пользуется, кто-то там мангой какой-нибудь. А аналитику вы можете давать, не привязываясь к особенностям конкретных телефоний. Есть решение, кстати говоря, по-моему, телефоний 24. Оно очень неплохо продается, они вообще не знают, какую телефонию пользуют клиенту, они устают всем. Шаблоны e-mail. Я сереньким пометил на этой схеме то, что запланировано и будет сделано в ближайшее время, но то, что можно уже в голове как бы обдумывать, потому что это возможности, которые скоро будут доступны, но пока еще не сделаны. Можно думать над готовыми решениями для CRM-маркетинга можно прям вот библиотеку готовых шаблонов отдавать. Это скорее, конечно, тиражная история, но никто не мешает и под клиента делать законченное решение. Вы им автоматизируете все, оказываете услуги по внедрению, даете набор красивых шаблонов, и они вообще счастливы. Мы даем возможность запихивать целую кучу шаблонов в сайты и скоро дадим то же самое в магазинах. Антон сегодня расскажет по поводу того, как это делать и какие возможности в ближайшее время ожидаются. Шаблоны документов. Если вы вдруг работаете в какой-то сфере требующей документирования, вы можете дать готовый прям на ряд заказа для своих клиентов вставить прям в Bitrix24, чтобы им удобно было этим пользоваться. Никаких проблем. Интеграция с платежными системами под конкретного заказчика или готовые тиражные решения. Чуть позже будет возможность подставлять свои службы доставки. Вы все знаете, что интернет-магазин в B24 уже есть в облачном. Пока он еще в бете, мы, соответственно, вот этот рест туда догоняем. И, соответственно, все, что было в интернет-магазине, все те интеграционные точки, которые были доступны в бусике, они так или иначе станут доступны в облаке B24. Но самая-то красивая история здесь связана с возможностью встроиться в интерфейс Bitrix24, в том числе в облако. Ну, оно в принципе изначально делалось для облака, но есть и в коробке. Это то, что сейчас мы назовем виджеты, места для встройки. Их сейчас уже больше 20, по-моему, 23 или 25. И их будет больше. Больше всего мест, конечно, в CRM. Ну, просто дофига. По всем объектам, которые в CRM есть, особенно те, которые сделаны сейчас уже на новой карточке, то есть это вот лиды, контакты, компании, есть целая куча мест, куда можно встроиться. В список. Вы сюда можете добавлять своих пунктов, ну вот сколько вам надо. Одно приложение может их повесить неограниченное количество. Дальше человек тыкает в этот пункт, мы открываем ваше приложение в слайдере и пробрасываем туда контекст. То есть мы говорим, чувак хочет, чтобы ваше приложение что-то сделало с лидом таким-то. И вы вставляете свою бизнес-логику, свой интерфейс. Для пользователя это выглядит так, как будто бы он просто видит другой редактор для этого лида или какой-то функционал связанный с ним. Мы даем возможность встроиться в карточку в несколько мест. Одно из самых забавных вы можете свои табы туда добавлять. Вот сколько надо. То есть бизнес-логика для пользователя будет выглядеть так, как будто бы это нормальный функционал. Ну вот у него были там, я не знаю, связанные предложения, а здесь появились там товары из мой склад или еще что-то такое. Причем это вот как раз тот сценарий интеграционный, который не требует обмена данными. Вы вот здесь вот в айфрейме, мы вам здесь рисуем айфрейм, вызываем там ваш URL, и вы что хотите там, то и делайте. Не обязательно обмениваться данными, вы можете отрисовать здесь данные, которые лежат во внешней системе. Ну вот мы, например, для западных, для западного отдела делаем интеграции с всякими западными сервисами, в том числе хелпдесками. Очень простой сценарий. Есть тикеты, в которых клиенту оказывают поддержку. И есть менеджер, который следит за клиентом. И он хочет знать, как дела-то двигаются, как его консультируют вообще. Он заходит в карточку клиента и видит здесь тикеты конкретного клиента. Это не значит, что мы эти тикеты забрасываем куда-то в битрикс24. Мы их здесь показываем просто. Мы знаем, что у клиента есть e-mail, и в хелпдеске у этого же клиента этот же e-mail. Все, мы можем из хелпдеска дернуть, дай мне тикеты, связанные с таким-то e-mail. Отрисовали здесь, сделали быстрый переход на тикет, чтобы менеджер мог перейти. А офигенный сценарий, народ очень активно этим пользуется. Интеграции как таковой нет вообще, нет никакого обмена данными. Есть связка между данными. И так далее. Встройка в виде кнопочки в таймлайне. Я не знаю, как назвать. Пункт меню, кнопочка там, открывает в слайдере ваш интерфейс, где вы можете сделать все, что угодно. Очень хороший пример, например, хороший пример, например. B2B Family, они генерируют счета онлайновые, как альтернатива нашим. И потом следят, открыл пользователь этот счет. Если открыл, то когда? Вот они через вот эту вот штуку очень аккуратно все это дело показывают. То есть, я хочу отправить счет, открывается слайдер, генерируется этот счет, отправляется в виде ссылочки или там e-mail, и потом через эту же стройку можно следить за статусом этого счета, а как он ушел. Крутая вещь, мы даем встраиваться в карточку, причем не просто пользовательские поля, а поля пользовательских типов. Это означает, что вы добавляете поле, а мы вот здесь рисуем фрейм, в котором показываем ваш интерфейс. То есть вы сами решаете, каким интерфейсом показать это самое поле, его значение. Вы можете там кнопок нафигачить, вот прям. И по каждой кнопке вызывать свой интерфейс, который вам нужен для этого. То есть это поле может быть псевдополем в том числе. По сути, мы вам даем вмешиваться в карточку как вам угодно. Здесь прокрутим, не так важно. Задачи. Не так давно появилось, но теперь вы тоже в них можете встраиваться. Пока даем встройку в виде пунктов меню в списке и, соответственно, можно попасть в кнопочку еще. Принцип тот же самый, мы передаем контекст. Даем встройку в календари в виде представления. То есть вот вместо нашего стандартного календаря вы засовываете свой фрейм, рисуете там, что хотите. Это может быть, например, календарь бронирования для какого-нибудь СТО. Стойка 1, стойка 2, там, как они заняты. Делайте, что хотите. То же самое будет на самом деле в задачах. Мы дадим такое же представление. Вы можете делать свои инструменты управления проектами на базе информации о задачах, которые есть в B24. Мало кто знает, что мы даем встраиваться в мессенджер. Почему-то пока не очень народ активно туда втыкается. Вот люди сделали даже голосовой набор. То есть мы даем вам возможность в мессенджер для ваших клиентов добавлять ваши отраслевые кнопочки. Быстрые ответы там какие-то свои, я не знаю, получение файлов из внешней системы для работы, еще что-то. Сценариев может быть очень много. Можно даже добавлять свои пункты к сообщениям бота, чтобы добавлять какой-то интерфейс для автоматизации в велкам вообще. Мы еще с Женей поговорим и я надеюсь, что мы дадим такие же пункты во всех сообщениях, кого бы то ни было, чтобы можно было добавить везде. Ту душечку можно будет хорошо интегрировать туда. Встройка в карточку звонка. Все что угодно. Это на самом деле может быть, ну, чаще всего используется в качестве скрипта продаж, никто не мешает здесь сделать отраслевую карточку. То есть оператор, телефонник, колл-центр сидит, работает, вы точно знаете, что он должен спросить вот это, вот это и вот это, чтобы он по большой карточке не ходил. Нарисуйте ему маленькую и вставьте сюда в эту карточку. А мы ее покажем. Встройка в рабочей группе. Обалденная вещь, открывает огромные возможности для интеграционных сценариев. Вы можете дать инструмент, который встраивается в рабочую группу и доступен в том числе экстранет-пользователям. Я не знаю, какие-нибудь учебные центры управляют расписанием занятий. Они загоняют своих студентов в рабочую группу. Вы им даете инструмент по управлению этим расписанием. Инструменты по управлению проектами. Мы сейчас, ну вот уже сейчас выпустили Burn Up Chart, сделали приложение Все для Запада, которое в привязке к проекту показывает затраты на этот проект. В ближайшее время выйдет Mind Map, на котором вот вся эта схемка нарисована. Делайте подобные же вещи, их может быть неограниченное количество. Встройка в сайты и в блоки, где мы даем возможность вам сделать свой интерфейс, удобный для редактирования блока, я не знаю, массовая загрузка фотографий. Блок лежит, вы хотите дать возможность пользователям импортировать фотки из Инстаграма. Сюда добавляется ваша кнопочка, открывается фрейм, дальше вы спрашиваете «А ты кто?» Заходите в Инстаграм, качайте его фоточки и в виде верстки забрасываете обратно в блок. Это я уже, наверное, сейчас быстро пробегу. Возможности REST, собранные по отдельным направлениям, у вас будет возможность потом все эти слайды посмотреть. Я их специально разбил не в виде связей между объектами, потому что они, конечно, намного сложнее, и у нас одни объекты ссылаются на другими, а скорее в виде таких глобальных инструментов. Инструменты управления информацией, ну то есть где данные внутри B24 хранить, если вдруг вам все-таки надо. Какие возможности для коммуникации и так далее, и так далее. Это такая общая картина, которая, в принципе, наверное, показывает взаимосвязи такого общего плана. Чуть-чуть побыстрее пробежим. Управление информацией, куда вы можете засунуть пользовательские данные, если вдруг вы все-таки не хотите хранить их у себя. Хотя для сложной бизнес-логики, ну реально, я рекомендую все-таки смотреть на свою базу данных, потому что, ну мы, например, даем, конечно, хранилище приложения, на самом деле инфоблоки. Но это означает, что вы не можете делать гетерогенный запрос. Если у вас там три связанных объекта, каждый в своей таблице, вы должны скачать эти элементы, скачать эти, потом их как-то объединить. Но это глупо, если можно сделать один запрос с джойном. И быстрее отработает, и данные никуда не нужно гонять. Коммуникации огромное количество возможностей. Чат-боты, смс-провайдеры, как я уже сказал, интеграция с телефонией. Все эти данные вы можете туда засовывать и оттуда получать. С управлением компанией, ну больше сейчас это связано с учетом рабочего времени. Есть доклад, Женин как раз с партнерки, с московской. Рекомендую посмотреть. Уже есть REST. Мы стали в этом разделе, как это, API First Company. REST есть, интерфейса еще в продукте нет, а вы уже можете пилить приложение по этому поводу. Наказывать всех и поощрять. Организация работы, то есть исполнительская дисциплина, рабочие группы, задачи, связанные с этим какие-то объекты, календарь. Вот эти все инструменты в REST они все есть. Вы можете их связывать в какие-то сценарии, которые мы, например, не придумали, может быть, нишевые, которые позволят автоматизировать для вашего клиента специфические сценарии. Огромный блок, он большой, но это было видно на схеме, вся правая половина, связанная с продажами. То есть это CRM и связанные с ним инструменты. Сейчас прокручу, потому что я думаю, с этой темой вы более-менее знакомы. Обращу внимание на серую часть. То есть это инструменты, которые ожидаются в ближайшее время. REST для CRM-маркетинга, чтобы вы могли свои шаблоны добавлять, чтобы вы могли управлять рассылками. И так называемые шаблоны сценариев, то есть предзаготовленные сценарии CRM-маркетинга для нишевых клиентов, скажем так. Много REST в магазине, которого пока еще нет, но который прямо сейчас пилится, потому что нам нужна и для себя интеграция с 1S, и, соответственно, мы этот REST дадим вам. То есть вот все, что вы видите в интерфейсе интернет-магазина B24, мы постепенно сейчас выкатываем в REST. Все мы это вам дадим. Куча возможностей по интеграции с кассовыми системами, службами доставки и так далее. Ну и, соответственно, как такое некоторое резюме, в какую сторону вообще смотреть, что есть вам, как разработчикам, куда пойти. Ну, два направления. Сосредоточиться все-таки на услугах или сосредоточиться на продуктовых историях. Что продавать, что делать и какими средствами. Ну, с услугами все понятно. Массовые услуги по переносу данных из внешних систем или из внутренних, например. Автоматизация под конкретного заказчика на разных уровнях. Интеграция с учетными системами и так далее, и так далее. Кастомизация. Такие кастомизации, потому что много клиентов, которым нужны на самом деле атомарные доработки. Вы можете это сделать при помощи встройки в виде виджетов, просто в виде приложений, которые прямо в WB24 торчат. Велкам. Для этого не нужно перепиливать всю витрину. Вот ищите сценарий, который позволит решить бизнесовую задачу пользователя без того, чтобы переделывать карточку задачи. Ну, реально это нужно редко, потому что они проектируются так, чтобы обеспечить потребность 80-90% рынка. Чаще всего, когда просят перепилить, означает, что люди хотят неправильных вещей, не надо идти на поводу. Продуктовая история. Еще более интересная вещь. Ну, на мой взгляд, интересно быть продуктовой командой, потому что это открывает возможности кратного роста. И для разработчиков это зачастую интереснее, чем пилить из года в год одни и те же, я не знаю, доработки магазина. Здесь вы можете создать собственный продукт и выйти с ним на широкую аудиторию, в том числе западную. Отраслевые решения я вот в виде отдельного слайда даже расписал. На мой взгляд, это очень интересное направление продуктовой истории, когда у вас есть компетенция в некой предметной области, но у вас несколько заказчиков, которые хотели приблизительно одного и того же самого. И вы можете сделать на основе этих компетенций решение для этого сектора рынка. Что мы подразумеваем подрослевым решением? Ну, например, вот есть там, я не знаю, тема клубов проглайдинга. Им всем, в принципе, нужно приблизительно одно и то же, в общем-то. И можно дать это в виде решения, особенно понимая, что они не профессиональные пользователи. Они, может быть, и торговать-то особо сильно не умеют. Это люди из неба. Им бы вот взять что-то готовое и идти по лекалам. Сделайте им эти лекала. И что тогда будет готовым решением? Вы за них подумали, сделали им красивый набор для внешнего маркетинга, скажем так. То есть подумали над фотографиями, порисовали дизайн, сделали эти лендинги, причем набор лендингов под разные праздники, под тематические праздники, под все остальные, потому что они же будут потом свои услуги продавать. Подумайте, как они их будут продавать. А вы на самом деле знаете, как они их будут продавать, потому что вы это уже делали для своих предыдущих клиентов. Сделайте им заготовочку, чтобы им потом не пришлось над этим голову ломать. Да они счастливы будут, если вы им дадите 50 лендингов на ближайшие три года, а потом еще обновлять будете. Сделайте им отраслевой интерфейс внутри BITREX24. Чуть-чуть догнать. Ну, например, они собирают группы по обучению прыжкам на парашюте. Окей, дайте им расписание, которое они потом своим клиентам будут показывать и своими клиентами через него будут коммуницировать. Встроечку дали. Отлать им бизнес-процессы так, чтобы они уже не думали о продажах. А мы сейчас пока, например, не даем вот эти две вещи. Не даем настраивать карточку клиента и прямо схемы роботов и триггеров не даем делать. Дайте им хотя бы инструкцию. Чуть позже мы вам дадим REST, чтобы он поставил приложение и у него автоматически настроилась воронка, автоматически настроились роботы для нее и все заработало само, чтобы ему не нужно было ничего делать. Дальше, где нужно, потом подкрутит напильником. Но это не значит, что нельзя делать отраслевое решение прямо сейчас. Вот эти вещи можно закрывать инструкциями, все остальное можно автоматизировать. Вот готовый набор сторон, которые входят в отраслевое решение, вы полностью закрываете потребности этого клиента целиком. И с точки зрения маркетинга, и с точки зрения продаж, и с точки зрения автоматизации. С этим можно выходить уже на рынок, на большой, потому что ни у кого больше этого нет. А таких нишевых вещей, их довольно много. Если у вас есть где-то компетенция, вот воспользуйтесь ей для создания продуктовой истории. Начните с этого. Я уже заканчиваю. Я понимаю, что я немножечко выбиваюсь. Где об этом всем почитать? На самом деле документация до черта. Есть, конечно, в ней лакуны, мягко говоря, и мы этим вопросом занимаемся, но вообще говоря, покрытие документации, оно довольно широкое. Причем лакуны, которые есть в доке, мы еще и стараемся покрывать докладами и вебинарами. У вас всегда есть возможность их посмотреть. Вот есть такой центральный заход. Development Bitrix24 сайт. Заходите туда. Все для разработчиков по Ресту. Вот эти все вещи, которые я здесь перечислил, они там все есть. Вот это вы, главное, запомните и приходите туда. А если будут вопросы, приходите в комьюнити. Я специально здесь написал эту ссылку, чтобы вы меня потом не писали, с просьбами зарегистрировать вас на div-bitrix24.ru. Тыкайте туда и сами регистрируйтесь. Все. Писать на Чингачгук. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...